и восстал за тв из ада всем здравствуйте хочу поделиться тем на чем я сейчас работаю а работаю я сейчас тем что у меня прошибло именно вот в этом направлении я уже заикался до предыдущем видео что я буду именно такие работы делать именно они будут из одни из первых потому что этот ножичками разминался тут бритовки сделал три штучки вернее клиночки одни без ручек вот как бы и прям вот несет прямо несет как бы хочется делать реально прям вот тяга непреодолимая тяга а это если кто смотрит внимательно мои обзоры предыдущем обзоре я что хотел сделать точно почти копию труд ватча почему почти потому что за шаблон была взята вот такая вот штуковина вот это труд ватча дальше но не именно этот вот клиночек а другой то есть от бритвы которые там вот видали может быть на полотнах там рисовали мосты города все прочее гравюра она называется вот с нее был срисован этот шаблончик шаблончик у меня под руками на как всегда лежит ладно и что обвел скопировал повторил дальше что я еще повторил из именно вот из прошлого века то есть контуры формы и именно вот эти вот полотна они то есть повторяют точно те контуры которые были производились в те времена в прошлом веке вот я знаю какие там используют инструменты я знаю как это производилось поэтому я просто взял и повторил вот руки чуток отмыл но не до конца но все же что вообще ужас ужасный не был вот такие вот заготовочки у меня они еще не готовы ни единым образом как бы еще но уже основа сделано сейчас протрусь хоба вот так вот смотрите на геометрию я ее точно повторил держа клинок за тв в руках даже звук похожий вот тут хотел закруглить но не стал потому что именно на клинках матчевских не было закруглений не было даже фасочек я сделал вот и что еще имеет разницу вот допустим смотрите шину вот этого и этого вот тут чуть пример уже вот это тоже чуть-чуть прямо уже но это я ради интереса спортивно так сделал а какие скользкие вот даже да еще 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 сейчас покажу смотрите тут до упора полотно доходит тут как бы заковом получается заков я делаю искусственно это раньше вы делали потому что круги нужно было постоянно затачивать что были углы и острые те времена этим никто не баловался и поэтому оставались заковы тут заков я делаю искусственно то есть сам как видите еще никакой насечки я ее пытался кстати сделать и зубильца и специальным приспособлением для насечек но в дамасскую сталь берет немного так так среднякова это керамика но керамический допустим зубил и как бы прочих инструментов не произвели еще хорошо берет твердосплав пока хорошо относительно но хорошо твердосплав но опять же того же зубила из твердосплава никто не придумал поэтому буду нарезать отдельно опа протирать то и звук прямо один в один ну как один один чуть пожёстче такой ну правильно твердость другая звук другой тут ведь это уже полное полотно у этого варианта как от рук потеет а почему потеет от рук руки горячие только что вот с ними работал они уже остыли и не прохладные и поэтому вот этот тут происходит вот эти вот как бы запотевание так сказать вот есть тоже закова это ну-ка наверное один из самых широких как вот первое показывал полотно одно из самых широких хочется передать точный звук когда с ними работаешь они звучат так прямо интересно вот так вот и еще как можете видеть тоже с легким законом видите как запотевает и оп с торца конечно видео не передаст всей той геометрии плюс вот этот закругленный закругленная головка она тоже точно геометрию уже не показывает потому что ее видно очень прекрасно когда тут плоскость имеется ну и естественно тут все закруглено по обушку тут же тоже все закруглено чтобы ремешки не страдали вот так вот так и что я не сказал еще самого главного то что это многослойная дамасская сталь поэтому я как бы получается повторяю труд вачу но более качественным в более правильным исполнении и это должно быть то есть как бы вроде бы и реплика а в то же время это должно быть совершенство и и только потому что сейчас уже технологии другие возможности другие и поэтому есть возможность сделать ту же труд вачу но более правильную качественную интересны дальше у труд вачи сами вы все знаете как какая там оправа она какая-то в виде полумесяца и она такое ощущение что немного не родная к полотну почему так происходило потому что раньше было литье и была вот такая вот форма как бы по которой лили эти оправы и их втыкали во все бритвы им было по барабану то есть родная там и не родная как она выглядит в общем закрывается острие и уже хорошо поэтому вот тут тоже получается у меня небольшое отклонение и потому что оправы и будут могу но если легко сделать их классического такого вида то есть классика классика но вот такой вот загнутый сильно вот этой вот формы я думаю не стоит повторять потому что это будет неправильно вот и так же стоит уже жестко стоит вопрос вот именно с последнего сейчас моменты последний час я прям крепко задумался о том из какого материала сделать оправы то есть вариантов дофигасе ну просто немерено ну тут все дело в деньгах и вот есть деньги есть варианты вот так вот и вот тут я немного сморочился может я маленько тут это все переварю и осмыслил то есть как бы сделаю из того материала из которого вот именно с новыми мыслями пойму что он тут должен быть то есть вот то есть просто сделать из акрила к бритвам 21 века можно но мне кажется не нужно тем более ладно вот они были бы допустим сейчас из какой-то там моностальки ладно да прям все в порядке но дамасской стали такой благородной к такой мощный такой особенный мне кажется нужно брать какие варианты кость белая что вряд ли ну может быть потому что не люблю с костью работать вообще никак она подводит прямо вот скажем шаги то есть в работе делаешь шаг она подвела вот так вот второй вариант и мне кажется самый-самый путный это древесина ну да естественно не сосна адресина какая-нибудь и не знаю какая-нибудь вот такая но она как бы няшево выглядит на фоне будет выглядеть дамаска дамаск будет протравлен не так глубоко как примеру ранее более мелкой протрава будет чтобы было видно рисунок чтобы он был зафиксирован глубины не будет потому что полотна очень тонкие и поэтому я вы все испорчу особенно по кромке не было будет острие поэтому с оправами я пока еще ничего не решил будем думать будем гадать с ними еще много придется поработать то есть что давайте посмотрим допустим вот если вот с данными с клинками то тут только насечка остается правильная постараюсь сделать тонкой и мелкой чтобы она максимально повторяла тут вачу и по сути-то по сути-то если только сделать первоначальную заточку то есть формирование кромки это для того чтобы было ясно что дальше ждать хотя я уверен что все будет просто как как надо то есть отлично все будет потому что кромки очень такие максимально ровные и на удивление никакого брака никакого косячка ничего нету почему на удивление спросите вы потому что я как бы упирался по максимуму а обычно когда так упираюсь происходит где-то какие-то моменты где я перестарался и это вызывает в итоге брак но тут я как ни старался перестараться не вышло вот это здорово вот и потом в общем когда я уже посмотрю что у нас будет по заточке когда будет кромка сформирована они будут уже острые но брить не будут но острие уже будет такой которому легко порезаться и и уже тогда я начну то есть рисовать оправы думаю что они будут примерно одинаковые формы ну и осталось уже тогда подумать по поводу материала какой использовать все на этом у меня с новостями точно все ну и Продолжение следует...